Всем привет, это Спортмарафон. В прошлом году компания Mizuno выкатила на рынок новую модель, которая называется WaveSkyRise. Это смесь технологий, которые дебютировали на модели WaveSky. Это премиальная модель с высоким уровнем амортизации от компании Mizuno, внутри которой находится технология X-Pop. Это что-то типа буста, только залито полиуретаном. Очень упругий, мягкий материал, и он располагается во внутренней части платформы, амортизирующей платформы. WaveSkyRise. Та же самая технология, которая располагается не по всей длине, как в модели Sky, а лишь в задней части. Таким образом, мы имеем очень мягкое приземление и очень упругое отталкивание. Но в прошлом году первая версия имела свои нюансы. Она была слишком широкая в передней части, и амортизации, которую так стремилась найти компания Mizuno, ну ее не хватало. В этом году все изменилось. Дело в том, что осенью у компании Mizuno появились новые материалы под кодовым названием Mizuno Energy. Mizuno Energy Foam на 17% больше возвращает энергии и мягче. В этой модели WaveSkyRise теперь весь нижний слой амортизирующей платформы выполнен именно из этого материала. Таким образом, мы получили еще более мягкий и в то же время динамичный перекат с пятки на носок, упругое отталкивание. Но в модели WaveSkyRise есть еще одна особенность. Верхняя часть в области пятки выполнена из материала Euphoric, который стабилизирует пятку во время приземления. И вообще, это новая фишка в стабилизации кроссовок. У многих брендов появляется что-то подобное. Когда вы приземляетесь и нет традиционного элемента поддержки с внутренней части, есть вокруг пятки система, которая контролирует ее перекат во время приземления. Дальнейший, последующий перекат. Кстати, обратите внимание, какой еще и брендинг крутой на пятке. Эти кроссовки и по дизайну стали еще лучше. Вот эта двухсветная жаккардовая сетка технологии Engineered Mesh, которая более крупно связана там, где есть возможность обеспечить вентиляцию, более плотно связана в необходимых местах для повышенной износа стойкости. Все здорово. Да даже цвета. Да, белая подошва, но такой приятный по цвету логотип бронзовый. Класс. Из особенностей. Помимо того, что изменилась амортизирующая платформа, колодка изменилась, она стала уже. Компания Mizuno пришивает язычок, но не просто так, по бокам лентами, а в систему, которая является вторым слоем и прикрывает пальцы в том числе. Очень комфортная фиксация передней части стопы. Вы классно чувствуете кроссовку. И я официально заявляю, 300 граммов мужской версии, 245 граммов женской версии, 10 миллиметров перепад. И во второй год выпуска этой модели, это то, что я хотел видеть изначально, потому что в модели Wave Ultima было слишком разнообразное ощущение в момент переката. Мы приземлялись на пятку, начинался очень динамичный перекат, потом из-за пластины, которая выходила у нас в средней части кроссовки наружу, происходило небольшое замыкание и уже очень упругое отталкивание. Wave Skyrise гораздо более плавная, на каждый день тренировочная кроссовка. В области подметки у нас используется резина повышенной износа стойкости с внешней части пятки и в области отталкивания. Вулканизированная резина обеспечивает хорошее сцепление с поверхностью, таким образом у вас будет четкое отталкивание в любом темпе. От 6-30 минут на километр до 4-40 минут на километр эти кроссовки отлично работают. Вы можете бегать свои ежедневные кроссы, вы можете бегать по асфальту, по утопленным тропинкам в парках, в лесопарках, везде, где шоссейные кроссовки могут пробежать, эти кроссовки справятся с дистанцией, с вашим маршрутом. Приезжайте в спортмарафон, мы подберем вам правильный размер. Приезжайте в спортмарафон, мы вам подберем отличный тренировочный вариант в любой расцветке. Если вы будете заказывать кроссовки через интернет, ребята в колл-центре смогут подобрать и сориентируют по правильному размеру и ширине колодки. Всем бег!